Продолжение следует... 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 Насоветесь, потешите, пожалуйста. Потешите, пожалуйста. Итак, совсем недавно, всего пять лет назад, мы отпразднули 75 лет со дня основания училища. Вот видите, прошло пять лет. За эту петельотку уже молодые художники, которые раньше у нас были студентами, они родились в знаменитых, которые стоят в детстве. Нас сегодня поздравляют представители Соликарской института, академической художественности, министерства культуры. И пришла я, решила начитать пострадание. Я хотела бы сегодня, я хотела бы только назвать несколько имен, которые помогли училищу, помогали училищу, помогали училищу. Академия Крицай курировала программу по рисунку. Когда мы работали раньше, программу создавали по композиции, Ибрик, произведению сообщества. И все еще помогали нам составить эту программу. И все, что это у нас в нашем театральном отделении. И очень многие И все равно мы встречаемся с нашими выпускниками или на выставках дизайна. Ваши продукты, веками, с реставраторами. Мы встречаемся на Калинаре, на Беспубликанском музеецах, с реставраторами музеев и ценностей, с театральными культурами, потому что в Кафетоне сезона, а наша педагогия, и с этими духовителями, это наше свое дело. Очень мы верим, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим. Мы хотим, что мы хотим. Смотрим стараться. Замесли начальные фотографии. И для федерального объекта по культуре и культуре и культуре и культуре я хочу вас приветствовать нашему замечательному, единственному федеральному учебному заведению, профессиональному заведению. С вашим праздником хочу пожелать вам огромных творческих успехов, замечательных людей. Педагогам хочу пожелать здоровья, счастья, выкосновосты и руководства федерального и культурного и культурного здесь очень много теплых слов сказано в адрес замечательного федерального учебного заведения. Счастья вам, дорогие друзья! Ирь Негода, Нам даже не нужно долго сейчас вы прекрасно знаете мы выпускники замечательного училища, которое академию культуры В моем лице рада поздравить, вручить вот этот красивый адрес. Это страница нашего устава, которая превращена в такую поздравительную... Ваше училище храма по архитектуре. Но здесь настоящий храм искусства. Я счастлив, что я связан многие годы с вашим прекрасным коллективом. Постепенно менялись медагоги. Это были замечательные художники. И сейчас на смену приходится... Вы счастливые люди, вы живете в атмосфере искусства. То, что вас так много, это только малая часть тех, кто бы сегодня мог прийти. Мы вас очень любим, поздравляем. И желаем и дальше быть такими же добрыми. Потому что то, что вы пришли, вы же могли сидеть дома. Мы не знаем, что мы теперь... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте! В случае вашего праздника! Здравствуйте! Мне повезло больше предыдущих арендов. Спасибо! Письмо адресовано на имя Владимира Ильича Молчанова. Директор, сердечно поздравляю вас с оздумительным юбилеем! 80-летие Московского Академического Художественного Училища памяти 1905 года. Художественное училище, которое вы возглавляете, по праву занимает одно из лидирующих мест в сфере художественного образования. В день юбилея приятно отметить большой профессиональный вклад коллектива педагогов в повышение духовно-эстетического уровня и сфере художественного искусства. Желаем вам и коллективу училища здоровья и успехов во всех благих делах и творческих начинаниях. Желаем, чтобы вы были своим примером и советами и в дальнейшем помогали учащимся и педагогам Московского Академического Художественного Училища памяти 1905 года занимать лидирующие положения в творческой и культурной жизни России. С уважением, ректор РБХ Игорь Сорикова, народный художник РСВСР, вице-президент РАХ, профессор Печаков Анатолий Андреевич. Спасибо. Внимание! Слово представляется нашему коллеге-гектору Московского Училища Некоративно-прикладного искусства Толкачогу Александру Герасимовичу. Дорогие друзья, мы рады случаю сегодня поздравить вас с большой датой. Мы знаем ваши заслуги, мы рады за вас, мы гордимся вами. Это еще и потому, что вы ваши соседи. Нам приятно сегодня рассказать вот поздравительные слова для того, что вы действительно несли, несете ту славу российских художников, представителей, которым мы сегодня не являемся. Спасибо вам! Поздравляем вас! Район Марино-Роща хочу вас поздравить всех с этим замечательным юбилеем. Это училище было создано в 25-м году в такие трудные для страны годы. И все эти годы в училище воспитывались замечательные художники, замечательные специалисты. Я всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам дальнейших творческих успехов. От имени Управы мы написали вам вот этот адрес. Я не буду вам его зачатывать. Я думаю, что вы познакомитесь с этим текстом попозже. Это тоже наше творческое произведение всей Управы. И я вручаю этот адрес Владимиру Ильичу. Я вручаю вот этот букет, потому что это тоже произведение искусства. Очень красиво, мне кажется. Я желаю вам всем здоровья, счастья и успехов. Спасибо, Лариса. Вот мы до них только с нашими разговаривали, поэтому и позвольте представить слово профессору учеников-седуга Орнемасову Олегу Ивановичу, с которым мы тесно сотрудничаем в области нашего образования. Дорогие друзья, понятно ваше волнение, понятно ваши разговоры, потому что все вы только друг друга не видели. И мне хочется прежде всего пожелать, чтобы вы встречались чаще, чем раз в 80 лет. Прежде всего. И во-вторых, хочется всех вас поздравить. Поздравить с тем, что многие из вас закончили училище. Это замечательно. Многие еще учатся. И будем надеяться, что многие еще придут сюда. И училище отличается тем, что готовя кадры для художественных школ, для других училищ, для студий. Очень много студентов готовят училище и для нашего института. Мы благодарны училищу за это, потому что ваши ребята всегда в институте показывают пример добросовестности, добросовестного отношения к своей профессии и добиваются больших успехов в творчестве. Всего вам самого доброго, здоровья и успеха. Дорогие коллеги, позвольте мне от имени Строгановцев поздравить вас с замечательным праздником и пожелать самого главного, чтобы вы никогда не забывали о том, что вам Бог дал талант, и самое сложное, не потерять этот талант и по возможности дать ему раскрыться. и никогда не забывайте о том, что в то сложное время, в которое мы живем, надо уметь делать не только картинки, делать рисунки, но надо стараться по возможности освоить все материалы. Поздравляю вас и так и вам всем здоровья и удачи! Всем здравствуйте! Всех с праздником, с нашим долгожданным. Вот уже несколько дней в училище царит атмосфера праздничная, все готовятся и ждут этого чудесного дня. И вот мне посчастливилось от лица студентов выразить благодарность в первую очередь руководству и педагогам нашего училища и выразить то счастье, которое мы испытываем, что поступили сюда, в это училище. Мы очень стремились, потому что слышали много хороших отзывов, очень хотели, мечтали об этом. И кто-то здесь учится полгода, кто-то пять лет. Я хочу сказать, что эти пять лет без преувеличения, пять лет сказки. Где, может быть, порой мы пробираемся сквозь термии, какие-то трудности, поиски мучительные. И вот вам наш низкий поклон и благодарность, что вы, наши дорогие педагоги, помогаете нам искать те тропинки, которые вселяют в нас чувство окрыленности. Вы так мудрые, вы так умные. Мы вас очень любим и смотрим на вас, как на боков Олимпа, без преувеличения. Это очень богатая. Надеюсь, меня слышат дальние риты. Привет всем. Очень запомнились уроки, на которых давайте я скажу о том, знаете, башню построить очень ответственное дело. Ведь нижние кирпичики заложить нужно очень ответственно, чтобы оно в дальнейшем не накоренилось. не разрушилось. Вот вы здесь закладываете те кирпичики, которые, мы надеемся, в дальнейшем будут потом для нас надежной оплорой. И с нашими башнями все будет в порядке. Вот. Спасибо всем, кто старался. Мне уже говорят, что можно заканчивать, поэтому еще раз поздравляю всех с праздником и самое наилучшее пожелание примите здоровья, сил и творческого вдохновения. Спасибо. Жанна, другое. Дорогие коллеги, музейщики Колумбинского сердечно поздравляют вас с 80-летним юбилеем. Нас связывают 8, ой, нас связывают 30 лет творческой дружбой. Все началось в 1989 году, когда директор нашего музея и хранители фонда рискнули и приняли на практику по консервации группу учащихся. Первый опыт оказался настолько удачным, что с тех пор музей живодно принимает ребят на практику и доверяя этому реставрировать большое количество произведений в древнерусской живой письографии и картин. Именно стиль училища вышли реставраторы нашего музея. Пожалуй, нет в Москве музея, где не работали выпускники реставрационного отделения училища. В течение многих лет студенты вашего училища приходили в фронтах музея и получали оценку будущей профессии. Специфика подготовки на реставрационном отделении состоит в том, что в процессе обучения будущие реставраторы не только осваивают от основы теории и практики профессии, но и приносят реальную пользу, сохраняя и промокализм. Спасибо, Марина. Состояние нашей страны и многое экономическое условие неплохо сегодня. Тем не менее, старается желающим бесплатно. Так что не стесняюсь, если желающий сказать несколько слов, пожалуйста, и нашу скромную выставку наших учащихся педагогов и студентов считать открытым. Ладно, танцевая. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ИНИЗИВ работают буфет. Поняток такой, значит, праздник продолжается, значит, сейчас буфет, и все проголодались, потом фейерки, танцы и касс, что решение будут не соответствовать себя вести. Так, желаем вам все доброго. Спасибо всех, кто пришел сегодня. Спасибо ветеранам, спасибо ясням. Спасибо всем.